Здравствуйте, это реальный разговор. США и союзники добиваются долгосрочной военной помощи Украине, чтобы продемонстрировать решимость Запада, наконец, разобраться с дальнейшими планами на исход российско-украинской войны. Усиливающаяся эскалационная риторика Путина усугубляется опасениями, что Москва продолжит боевые действия до окончания президентских выборов США в 2024 году. В самом Кремле усилиями ястребов и силовых структур постоянно дискутируются вопросы смены высшего армейского руководства, целесообразности ввода военного положения и, как следствие, всеобщей мобилизации. А в Министерстве обороны готовят верховного главнокомандующего к весенне-летней кампании будущего года, когда по замыслу некоторых генералов российские войска, преодолев осенний натиск ВСУ, смогут перейти к новому наступлению по всем фронтам. Что касается пробуксовки и контрнаступления, это не пробуксовка, это провал. Во всяком случае, на сегодняшний день это выглядит именно так. Посмотрим, что дальше будет. Надеюсь, что дальше будет именно так. Путинская оценка украинского контрнаступления не нова. Он уже высказывался на этот счет и раньше, но в данном случае оптимизм Путина символичен тем, что по правую руку от него стоял президент Турции Эрдоган, от которого ждали усилий по возобновлению зерновой сделки на кремлевских условиях и движения в проекте строительства газового хаба. Ни того, ни другого не случилось, и потому заявлять черноморский анклав в качестве стартовой позиции для будущего мира пока не приходится. В этом смысле встреча в Сочи стала всего лишь реверансом в форме вежливого отказа. Анкара не демонстрирует желание вступать в клинч с западными партнерами в вопросах помощи Украине, а Москве нужны не посредники в мирном урегулировании, а поставщики летального оружия. При этом, множе банальности о провале контрнаступления ВСУ, Путин адресуется не к Эрдогану, а к внутренней аудитории, взыскательной настолько, насколько критичен к Путину телевизор, умалчивающий о том, что минувшая неделя принесла несколько новых сигналов о движении украинской армии на Юго-Востоке. Не выдержав натиска ВСУ, российские части оставили линию обороны в районе села Работино, а вскоре ушли и из самого населенного пункта. Если верить замминистра обороны Украины Анне Малер, деоккупация Работино открыла дорогу в сторону автожелезнодорожного узла Токмак, расположенного на линии разделения российских войск. Однако, по словам украинского военного эксперта Павла Лакийчука, наступление ведется не только на южном направлении. Отчетливо уже просматривается замысел генерального штаба вооруженных сил Украины. Это разорвать сухопутный коридор между Крымом и Россией, освободить наши южные регионы, выйти к Азовскому морю. И замысел достаточно правильный. Потому что, если посмотреть всю линию фронта, то воюем на границе с Россией. Группировка сил оккупационных, которые вошли на территорию Украины и Российской Федерации, они тесно связаны с тыловыми районами, своими тыловыми районами на территории России. Связаны с разветвленной сетью дорог. Маленькое логистическое плечо. Это дает преимущество. А вот на юге все совсем наоборот. На юге, чтобы ту группировку сил, которая на Запорожье, на нашей, на Икосовщине, обеспечить русским надо либо через Таганрог, Мариуполь, вот под огнем пользоваться этим коридором, либо еще круче. Это такой огромный крюк через Кубань, через Крымский мост, через весь Крым, далее через Крымские перешейки и отсюда. Поставлять боеприпасы, оружие, личный состав, горюче-смазочные материалы. Ну, это крайне невыгодная ситуация. Тем более, там еще есть, получается, как минимум два бутылочных горлышка. Это, ну, или Крымская переправа, Керченский пролив. И второй, это, ну, собственно говоря, Крымские перешейки, Перекоп, Чингар, по которым небезосновательно, которые небезосновательно пребывают в таком центре внимания ВСУ. Вообще, минувшая неделя отмечена неожиданная активность ВСУ практически на всех направлениях, урожайная, уже упомянутая нами работина. Это два села в Запорожской области по пути к главной цели Мариуполю, контроль над которым позволит перерезать сухопутный коридор в Крым. При этом эксперты Американского института изучения войны отмечают признаки исчерпания резервов у российской армии, когда генералам приходится перебрасывать силы вдоль линии фронта, вместо того, чтобы подтягивать тыловые резервы. Однако, по замечанию Форбс, украинская армия также задействовала одни из последних доступных резервов. Чтобы прорвать оборону в Запорожье, в бой отправили 82-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ численностью 2000 человек, укомплектованную британскими танками «Челленджер», а также БМП «Мардер» и «Стракер». Украинские военные специалисты, тем не менее, призывают оценивать ситуацию аккуратно, поскольку аналогов подобных военных операций в мире еще не было. Если, скажем так, создавать картину, которую мы хотели бы видеть, то все идет по плану украинского командования. То есть украинское командование в результате напряженных и долговременных боев сумело проломить фактически оборону, сумело расширить так называемый район контакта между украинскими силами обороны и российскими войсками на юге до такого состояния, что российские войска просто банально не успевают восполнять эти потери резервами. Опять же, та последовательная, часто незаметная работа, которую ввели украинские силы обороны по уничтожению логистики, по уничтожению линий связи, коммуникации, системы управления противника, и особенно по контрбатарейной борьбе, дает себя знать. То есть если на начало наступления, то есть на начало июня месяца мы даже не говорили о том, что украинская армия имеет какое-то преимущество в личном составе, какое-то преимущество в технике, уже тем более в авиации, то на сегодняшний момент мы говорим, что минимальное преимущество Украины начало проявляться. То есть это не трехкратное, как требует того каноны наступательной операции, но все-таки тридцатипроцентное преимущество в личном составе. Это не преимущество в огневых средствах, количественное, но качественное. Особенно серьезную роль сыграли здесь, как это не странно, кассетные боеприпасы, которые позволили в разы повысить эффективность использования артиллерии Украины. И мы сейчас видим ту ситуацию, которую украинский генеральный штаб буквально вогнал российскую армию, заставив действовать ее по своему сценарию. Если отбросить в сторону идеологические установки российской и украинской прессы, получается, что специалисты по обе стороны войны демонстрируют тот самый осторожный оптимизм, который исповедует наш собеседник Сергей Грабский. Да, пишут аналитики Американского института изучения войны, успех ВСУ на Юго-Востоке привел к деградации российской обороны и истощению сил на критическом участке фронта. Но это не является свидетельством начала тотального провала. Передислоцированная с востока в Запорожский регион 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия ВДВ России всего лишь отступила от Работина и закрепилась на второй линии обороны. Оформившие промежуточный успех ВСУ стоят в районе Новоданиловки и Новопрокопьевки. И те, и другие словно бы замерли в ожидании резервов, наличие которых у обеих сторон пока под вопросом. Если вдруг, как некоторые источники говорят, осенью в России будет объявлена новая волна мобилизации, если под президентские выборы Путина весной будущего года Россия попытается начать новое наступление против Украины, ну такой, я бы сказал, пиар наступления, то тогда риск всплесков эскалации войны, мы сейчас наблюдаем тоже эскалацию военных действий, но возможно будет еще весной будущего года, как вот Шойгу прогнозировал. Я к этому отношусь достаточно серьезно, именно вот в контексте ситуации с президентскими выборами в России. Поэтому возможен такой сценарий. Получится ли не другое дело? Я думаю, что украинцы смогут дать отпор, если такое наступление случится, но на всякий случай принимать во внимание его надо. Но украинские военные аналитики все же не склонны видеть в промежуточных успехах ВСУ тенденции к перечеркиванию намерений российского генералитета на сатисфакцию весной будущего года. Прорыв первой линии в Запорожье не означает, что российские войска готовятся к глухой обороне на оккупированных территориях, сохраняя пресловутый эквилибриум, о котором рассуждают американские и европейские эксперты. Если вспомнить осеннюю кампанию прошлого года, когда в результате многоходовой комбинации были освобождены значительная часть Харьковской области и правый берег Херсонского анклава, российская армия не утратила способность к наступательным операциям. Бахмут, Купянск, Сватово, Кременная. Можно говорить о качестве этих операций, но боевые навыки генералами пока не забыты. Разгром российской группировки на юге и ликвидация острова Крым, как мы говорим, превращение его в нормальную украинскую территорию, никоим образом не отменяет вероятность наступления российской армии в следующей кампании. Пусть это весенняя кампания, ну зимой вряд ли не успеет подготовиться, просто физически не успевает, потому что ресурсы есть. Ресурсы есть, нужно понимать, что заявленная российским руководством численность 450 тысяч, она вполне достижима и, в общем-то, осталось немного для того, чтобы добрать это количество именно людского ресурса. Другой вопрос, насколько эффективно этот ресурс будет использоваться, насколько эффективными есть возможности российской экономики по насыщению войск вооружения, боевой техникой, боеприпасами и так далее, для того, чтобы проводить какие-то наступления. Но опять же, знаете, если мы говорим о юге сейчас, о серьезном насыщении именно минными полями, инженерными заграждениями, оборонительных позиций, широким использованием средств радиоэлектронной борьбы, то оно хорошо в обороне. То есть российские войска обороняться научились. Проводить наступление, ну, к нашей радости, к украинской, и, к сожалению, россиян нет, потому что они все равно действуют шаблонно. Давно стало общим местом говорить, что наполнение российской армии человеческим материалом – вопрос технический. Немытьем-то катанием в ряды вооруженных сил призовут людей столько, сколько нужно. Но главная проблема – не люди, а железо. Пока перспективы вооружить, а также одеть, обуть, накормить, такое количество солдат и офицеров выглядит туманно. Понимаете, если… Ну, вот и были цифры, которые, в общем, никем не оспаривались, я не уверен в их достоверности, но никто не оспаривал. Скажем, в месяц в России производится 20 новых танков, новых конструкций типа Т-80 или Т-90-20. И примерно там 60-70 танков Т-72 либо модернизируются, либо восстанавливаются в ремонте после повреждения на фронте. Ну, вот смотрите, значит, вот производственной мощности танкостроения где-то порядка 80, может быть, 90 машин в месяц. Но это мало, потому что гораздо больше убивает, теряется, либо уничтожается, либо… Ну, иногда часто… Ну, не часто, но иногда ВСУ захватывают технику в качестве трофеев и так далее. Значит, с танками… Ну, такая же примерно ситуация с другой бронетехникой, тут никаких особых отличий быть не может. Говорят о том, что артиллерийские снаряды прямо с колес, с эшелонов попадают на фронт, уже в боевые части. Это значит, что на складах пусто. Есть, понимаете, всякого рода информация о том, что из всяких экзотических стран, там, из КНДР, то ли из Мьянмы… Ну, я тут ничего сказать не могу, я не могу оценить достоверность этого. Ну, в общем, из тех стран, которые склонны помогать России, уже оттуда, так сказать, импортируются или Реймпо, значит, передаются в Россию там какие-то мины для минометов и прочие артиллерийские боеприпасы. Это значит, что не хватает. Очевидно, в качестве компенсации выбывающей стройтехники российские военные завезли в Украину лошадей для выполнения специальных задач. В частности, их используют для патрулирования и доставки грузов на оппозиции в зоне боевых действий. Об этом пишет Башинформ. По словам военнослужащих, они попросили привезти башкирских жеребцов, чтобы выполнять на них боевые задачи, как кавалеристы в годы Великой Отечественной войны. В полку уверены, что лошади помогут в поддержке боевого духа. Сива и Мерина оказались живописным фоном для заявления Путина о постановке на военное дежурство стратегического комплекса «Сармат». Комплекс, оснащенный тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой, впервые был успешно испытан в апреле прошлого года. А вот в феврале этого года при запуске «Сармата» произошел сбой, и испытания прекратили, о чем российская пресса умолчала. Сейчас, когда дела в военно-промышленном комплексе идут ни шатка, ни валка, Путин решил напомнить миру о своем жидкостном баллистическом козыре. Российский оборонно-промышленный комплекс и военно-научный комплекс, то есть конструкторские бюро, институты и прочие промышленные предприятия оказываются не в состоянии, ну, как минимум, выполнить свои обещания по производству более или менее работоспособной ракеты, вот такой как «Сармат». И, видимо, перспективы настолько туманные, исправление всех недостатков, которые этой ракете присущи, настолько туманные, что, в общем, скорее всего, просто плюнули и решили поставить на вооружение комплекс, недоделанный, неготовый к функционированию. Это первое. Это технологическая и интеллектуальная отсталость российского ВПК. Второй фактор – это, ну, очевидное совершенно стремление не обострять отношения с Путиным, потому что Путин требует постановки на боевое дежурство этого комплекса. Он давно об этом говорил публично, что вот-вот он будет поставлен. Как, я думаю, он, в общем, помнит эти свои заявления и получается, что он не в состоянии выполнить собственные решения. То есть люди, ему подчиненные, не в состоянии выполнить его приказы. Это, конечно, его безумно раздражает, как я понимаю. И он мог угрожать всякими карами тем, кто отвечает за производство этой ракеты, и, прежде всего, руководству Роскосмоса. И третий момент, как я понимаю, это, в общем, некая надежда российского и военно-промышленного комплекса, и ракетчиков на то, что эту ракету не придется запускать на деле, не придется использовать в войне. Тогда в чем резон Путина заявлять о Сармате именно сейчас, когда ситуация на украинских фронтах пребывает в состоянии стагнации? Непосредственно Украине Сармат угрожать не может из-за своих технических характеристик. Это баллистическая ракета с дальним радиусом действия, и любая попытка направить ее, скажем, в сторону Киева, приведет к разрушению на стадии выхода из шахты. Остается единственная причина постановки Сармата на боевое дежурство. Это российский кулак Западу, продолжающему военную поддержку Украины. Да, конечно, первая задача, которую он ставит перед собой, это напугать Запад, показать, что Россия является технологически передовой в области вот таких каких-то экзотических видов вооружения или высокотехнологичных видов вооружения. Это и есть. Что касается Украины, тут я думаю, что даже Путин понимает, что стрелять ракетами вроде Сармата или Сатаны, которую должен Сармат сменить по целям в Украине, ну, это даже технически очень сложно, потому что у таких ракет есть некая минимальная дальность, на дальность меньше которой они просто не полетят, они упадут, могут упасть. Россия очень поздно проснулась для того, чтобы говорить о каком-то серьезном наращивании ударных вооружений и развертывании военно-промышленного комплекса. Слишком поздно. Слишком поздно. И даже, давайте скажем так, увеличение в 4 раза производства ракет, это увеличение производства ракет с 20 единиц до 80, что в современной войне, ну, просто недостаточно, исходя из тех темпов использования ресурсов, которые мы сейчас имеем. Как говорил представитель одной натовской страны на конференции, если бы мы вели боевые действия с такой интенсивностью, как ведет их Украина, у нас бы снаряды закончились через 20 минут. Здесь мы такого не наблюдаем, мало того, мы видим раскручивание махвика помощи. И знаете, вот тут очень интересная такая коллизия сложилась, что все говорят, что кто-то устал, типа, от помощи Украине, но вот эти слова, они звучат как бы из масс-медиа. Но ни один политический руководитель, ни один военный руководитель ни одной страны не заявил, что есть некая усталость от Украины. Ну, вот так видят ситуацию в Украине. Российские генералы своими планами на весну будущего года, естественно, не делятся, но очевидно, что требования Путина о решительных мерах отменить они не в силах. Пропагандистские паблики на всех оборотах оттачивают тезисы о небывалом подъеме военной промышленности, вновь призывают к всеобщей мобилизации, в красках расписывают подвиги солдат на полях сражений. И, разумеется, ищут и находят бреши в действиях ВСУ и украинского военно-политического руководства. В общем, ничего необычного, кроме разве что одного. Относительное военное равновесие в планы ни одной из сторон войны не вписывается. В этом смысле в качестве балансира мог бы выступить Запад, но и там нет единого мнения относительно бескровного выхода из штиля. Борьба двух лагерей в Белом доме давно идет с прошлого года, по отношению к Украине и к стратегии США в войне между Россией и Украиной. В Европе это проявляется, особенно в Германии и в некоторых других европейских странах. Поэтому будут балансировать между двумя этими позициями. Я думаю, что тема переговоров это скорее на завтрашний день. Сейчас нам будут оказывать посильную поддержку. Если вдруг Россия пойдет на эскалацию войны против Украины, какая-то попытка наступления или мобилизации в России, то тогда сигнал уже, кстати, поступил. АБ-16 началась подготовка пилотов и информация о том, что Украине могут передать уже либо в конце года, либо в начале следующего года около 60 самолетов F-16. Это сигнал России на самом деле. Если Россия будет эскалировать войну, то тогда Запад качественно усилит военно-техническую поддержку Украины. Вопрос в том, что Запад стоит перед дилеммой координации военной помощи в рамках функционирования оборонной промышленности. Оказывая помощь Киеву, Европа не может забывать и о собственной безопасности. А это значит, что основная нагрузка остается на Соединенных Штатах, чье полноценное участие в поставках пакетов помощи тоже не очевидно в контексте неопределенности исхода президентских выборов. То есть уже в ближайшем будущем перед западными союзниками Украины встанет основная политическая проблема. Сохранится ли у них возможность защищать военные расходы в случае, если нынешние лидеры окажутся вне игры? Ответ на этот вопрос уже в ближайшей перспективе мы услышим из Вашингтона. Если такового не последует, у Путина появится шанс на контрудар, если не весной 2024 года, то в недалеком будущем. Всего хорошего.